Почти каждый житель Чебоксар не представляет свою жизнь без автомобиля. Это удобно, комфортно, а еще и достаточно быстро. Город у нас не настолько большой, и до знаменитых московских пробок нам пока далеко. Люди ездят на работу, в торговые центры, в кафе, и все чаще встает вопрос, где оставить свой автомобиль. Проблема парковок в центре столицы становится все острее. В эфире программа «Комфортный город». И сегодня мы с вами выясним, как столичные власти решают вопрос нехватки машиномест, кто отвечает за частные парковки, как жители дворов борются с засилием чужих автомобилей, и какое будущее ждет муниципальные платные парковки. Обо всем этом подробнее прямо сейчас. Не переключайтесь. Несколько месяцев назад Чебоксары получили статус крупнейшего города. 500 тысяч населения ощущается и на городских улицах, и на дорогах. С каждым годом трафик растет. Количество зарегистрированных транспортных средств перевалило за 120 тысяч единиц. Но дороги с такой скоростью не растут. Спроектированные еще в 60-х, 70-х годах 20-го века они не были рассчитаны на нынешний транспортный поток. Поэтому вопрос, где припарковать автомобиль, актуален в любом российском городе. И если на окраинах и в спальных районах его можно хоть как-то решить, то в центре города это становится настоящей головной болью. Водители вынуждены оставлять автомобили на тротуарах, газонах и проявлять мастерство маневрирования. А некоторые паркуются под запрещающими знаками. Нарушителей наказывают. Инспекторы ГИБДД ежедневно проводят зачистки столичных улиц. Автомобили эвакуируют за считанные минуты. Правила эвакуации. Фото- или видеофиксация. Составление протокола. Опечатывание транспортного средства. Погрузка на эвакуатор. Обратите внимание, эвакуация прекращается, как только на месте появляется владелец транспортного средства. В Чебоксарах знаки остановка запрещена и работает. Эвакуатор установлен на более чем по 30 улиц. Одна из них – Эльбекова. Здесь находится бизнес-центр, техникум, спортклуб. Некоторые автомобили стоят в неположенном месте. Этому водителю повезло. Он оказался рядом. Машину не эвакуировали, но штрафа избежать не удалось. Согласно статье 12.16 части 4 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, человек, который поставил свое транспортное средство под запрещающим знаком, должен будет заплатить 1500 рублей. Но если он это сделает в течение 20 дней, сумма штрафа уменьшится вдвое. Улица Пушкина. Предусмотренная парковка не вмещает всех желающих, а до недавних пор эта двухполосная дорога была вовсе однополосной из-за оставленных вдоль машин. Запрещающие знаки решают проблему, но не кардинально. Субтитры подогнал «Симон» Реакция водителей на то, когда он узнает, что его транспортное средство было перемещено на специализированную стоянку, самое разное бывает. Но женщины, как правило, ведут себя более эмоционально. Бывали случаи, когда они даже запрыгивали на капот своей машины, которая уже стояла на эвакуаторе. Мужчины более сдержанные. В Чебоксарах есть три штрафстоянки. В основном все автомобили попадают на ту, что находится на Игерском бульваре. Ежедневно сюда привозят около 20 машин, а с начала года эвакуировали около 3000 транспортных средств. Эвакуация транспортного средства предусмотрена при ряде нарушений ПДД. Отсутствие прав на вождение, водитель находится в нетрезвом состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку. Остановка или стоянка на пешеходном переходе или на остановке общественного транспорта. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Если вы не хотите, чтобы ваше авто попало на штрафстоянку, у вас есть две возможности. Парковаться согласно ПДД на свободных участках, либо пользоваться платными парковками. В Чебоксарах 51 платная парковка. Из них в Московском районе 21 стоянка, в Ленинском районе 17 стоянок, Работу стоянок контролирует столичная администрация. Среди предпринимателей проводят аукцион на предоставление земельного участка под парковку. Сроки договора аренды 5 лет. К таким стоянкам есть определенные требования. Наличие забора, охранного пункта, освещения и пожарного щита. Обязательно должна быть разметка и шлагбаум. На некоторых парковках установлены камеры видеонаблюдения. Записи с них хранятся несколько месяцев. В любой момент можно посмотреть, что происходит с автомобилем. Прощаюсь. Машина, которая стоит на улице, бывает такое, что задевает зеркала, царапает машина, подходит. Такой сервис горожане явно оценили. Она очень востребована, потому что рядом парковок нету. Очень просится на парковку, но места нету. Почему? Потому что арендуется за месяц раньше. Договоры включают на год. Елена Козлова пользуется платной парковкой уже второй год. Живу близко и поэтому ставлю машину здесь. А почему не у себя во дворе паркуетесь? Ну, у нас знаки эвакуации. Я задерживаюсь очень часто на работе, поэтому, когда мне приходится приезжать поздно, я приезжаю спокойно, ставлю машину на свое место и иду домой. Средняя стоимость платных стоянок 60 рублей в сутки. Сумма для большинства вполне приемлемая. Но заполняемость парковок неполная – около 60%. В чем же причина? Владельцы автомобилей у нас привыкли парковаться во дворах. Хотя там и стесненные условия, но они нарушают все правила бракустройства, паркуются на земельных участках, на газонах, на детских площадках игровых. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы культура наших владельцев автомобилей все-таки намного возросла, чтобы они чувствовали за собой ответственность, что машины парковать надо именно в специально отведенных местах. Засилие автомобилей во дворах – проблема для большинства жильцов. Вечером найти свободное место практически невозможно. А в центре все заставлено, даже днем. В празднике здесь вообще двор был заполнен кем угодно и творили что угодно. Жильцам это надоело. Мы стали добиваться. Тамара Ивановна Берсинева, председатель домкома 51 дома по улице Карла Маркса, рассказывает, как они всем миром решали проблему в своем дворе. Много лет назад здесь был деревянный забор, который снесли, а взамен новый не поставили. Я, как председатель дома, и к Ладокову ходила, и ходила в УК Калинину, постоянно мы просили, убрали, восстановить, но жить невозможно. Но нас не слушали, мы шесть лет добивались. В итоге пару лет назад заборы, автоматические ворота все-таки появились. Причем часть средств вложили арендаторы помещений, часть – сами жильцы. Калитка открывается при помощи специального ключа, а ворота – пультом и мобильным телефоном. Наталья, что там сейчас? Давайте. Попробуем с помощью звонка открыть ворота. Давайте. А вот мы набрали номер, и теперь просто звоните. Тамара Ивановна и жители делятся. Жить теперь стало спокойнее. Малыши могут играть во дворе, а взрослые не опасаться за них. Плюс всегда есть свободное место для автомобиля. Чтобы разгрузить центр и навести порядок на обочинах дорог, во многих российских городах оборудуют платные парковки. К примеру, в соседней с нами Казани уже два года успешно работает казанский паркинг – единое парковочное пространство. Столица Татарстана поделена на зоны. Стоимость часа парковки варьируется от 30 до 70 рублей в час. Первые 15 минут бесплатно. Вся актуальная информация показана на одноименном сайте в режиме онлайн. Похожие схемы в Нижнем Новгороде и Белгороде. В последнем стоянки сделали платными для того, чтобы обеспечить доступность к объектам городской инфраструктуры – больницам, рынку, вокзалу. Стоимость часа стоянки – 300 рублей в час. Это помогло увеличить проходимость и разгрузить центр города. По такому пути решили пойти и в Чебоксарах. Это не коммерческий проект, это для того, чтобы возможность была у людей воспользоваться муниципальными услугами, государственными услугами. Будет, значит, какой-то бесплатный период, предварительно 30 минут, в рамках которого мы предполагаем, что люди смогут воспользоваться этими услугами и безболезненно, не платя деньги, значит, покинуть эти парковки. Ориентировочная стоимость, которая сейчас находится на утверждении – это 30 рублей за час. Места подплатной и муниципальной парковки уже определены. Они появятся в районе ЖД вокзала, гостиницы «Чуваша», управления Росреестры и ЧГПУ. Одна из них, около вокзала, будет закрытой. Всего же предусмотрено более 300 парковочных мест. В рамках данного проекта мы установим, оборудуем данные места паркоматами. Жители города будут иметь возможность оплатить любым удобным для них способом. То есть это будет и мобильный эквайринг, когда с номера мобильного телефона человек будет оплачивать за парковочное место банковский эквайринг, то есть со своей карты будет разработан сайт и будет, естественно, мобильное приложение, чтобы было максимально удобно и комфортно, без особых задержек, оплачивать в онлайне парковочные места. Ростелеком уже имеет опыт реализации подобных проектов в ряде регионов России – Нижний Новгород, Пермь, Курск, Воронеж. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями и экспертизой для того, чтобы точно так же успешно тиражировать этот опыт на город Чубаксары. А как же относятся к нововведению сами водители? Я спокойно отношусь. То есть вы готовы платить за то, чтобы ваша машина стояла на парковке? Ну, парковка же охраняемая будет, я так понимаю. Да, готов. Отрицательно на данный момент, потому что, в принципе, сейчас бесплатных парковок и так не осталось. Вы хотят, наоборот, сделать эту парковку для тех людей, которые будут сюда приезжать, встречать, чтобы убрать лишний транспорт? Тогда надо делать не платную парковку, а это именно как-то ответственных людей, кто будет регулировать от этого все дело. Ну, парковки вообще нужны, хотя бы пускай платные будут, главное, чтобы цена была недорогая, приемлемая. А вот цена в 30 рублей, вы еще готовы платить 30 рублей в час? 30? Это еще по-божески. Главное, чтобы было куда машину поставить, потому что вот я сейчас приехал, и тут поставить машину некуда было. И так уже в центре города не осталось парковок, где еще уже добирается, как бы, от спальной района уже начали добираться. Мне это не нравится. Если будут свободны места, с другой стороны, ну, в принципе, можно, почему нет? Если они будут постоянно свободными, просто приезжать бывает, возможно, даже днем заезжаешь, вечером заезжаешь, места не бывает. Ну, в принципе, если, думаю, ведут платную парковку, то места будет больше. Впрочем, если вы не хотите платить за стоянку в центре столицы, всегда есть альтернатива – пересесть на общественный транспорт. Тем более, что в городе он развит достаточно хорошо. Вполне вероятно, что часть автовладельцев так и поступит, а другая будет привыкать к тому, что за комфорт приходится платить. Платные парковки вошли в мировую практику еще в 20-е годы 20-го века и с тех пор доказали свою эффективность. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова